Разработчики Стар Ситиза наработают над реалистичной деформацией простыни. Мы знали, что для достижения желаемого уровня проработки с квадран-42 нам придётся провести исследование в области деформации... ИСЛЕДОВАНИЯ! В области деформации простыни. Сейчас мы занимаемся этим, и если всё пройдёт успешно, искусственный интеллект сможет реалистично деформировать простыню, когда ложится в кровать или встаёт с неё. Здравствуйте, дорогие мои, пока что не обращайте на то, что происходит на экране. Вот эта новость, которую я сейчас зачитал, она как бы всколыхнула сообщество, и сообщество такое, ха-ха, эти разработчики Стар Ситиза вообще уже офигели всякие глупости в своих патч-нотах, пишут вместо того, чтобы игру, которую они делают уже 10 лет, выпустить, наконец-то. И игроки, которые ждут Стар Ситизана, они такие, типа, блин, ну, ребята, это перебой, это деформация простыни. Так вот, что я хочу сказать. Так получилось, что у вашего покорного слуги есть такое прикольненькое развлечение уже несколько лет как. Я открываю патч-ноты Стар Ситизана и читаю их. Так, и, если что, да, вот это вот кончился патч-нот предыдущий как раз. Всё это время до этого, что я листал и крутил крутилку, мы с вами прокручивали патч-ноты для изменения 3.14. То есть вот это вот вся огромная фигня. Стар Ситизан, если что, это вот тот самый космосим, который делается в течение 10 лет, да, и вот это вот всё. И вот это количество текста они пишут для каждого своего патча. Естественно, это не один человек даже этим занимается. То есть у них, наверное, есть целая команда, которая пишет патч-ноты. И это настолько невероятное чтиво, что я хочу этим с вами поделиться. А потом у меня ещё есть бонус, тут ещё кое-что заготовлено. Ну, наверное, там что-то важное, да? Вы такие, блин, нифига себе, у них идёт работа. Сколько, какое количество текста они выкладывают. Планетарные волюметрические облака версии 1. Это то, о чём нужно сообщить. Ну, видимо, потом ещё будут следующие версии. Текущая версия относится к специально разработанной системе рендеринга многослойных волюмических облаков различных масштабов и планетарных атмосфер. Эта интеракция напрямую привязана к газовому гиганту Кроссейдеру. Просто представьте, Близзард, ну, например, да, мы будем сегодня постоянно всё сравнивать с World of Warcraft, там бог с ним. Они обновили графику в игре. И в том числе обновили небо. Ну, такое бывает, что там в каких-то локациях меняется небо. Как часто вы видели, чтобы Близзард это отдельно где-то писали? Причём вот так вот, что, типа, мы увеличили количество наших интерпрационных, фигурационных, 3D-текстурированных небес в 4 раза, что привело к масштабному изменению планетарной атмосферы. Но вот разработчики Страстетизм напишут так. Давайте ещё что-нибудь мотнём. Обновление правовой системы и тюрьмы. Есть ещё идёт, это игра в Альфе. Это игра в Альфе. То есть у неё там постоянно выходит куча патчей. Бедные ребята это постоянно переводят, я не знаю зачем. И есть какой-то отдел среди вот этих разработчиков, которые никак не могут игру закончить и делать физику простыней. Есть целый ебучий отдел, если не несколько даже, я не знаю, авторов профессиональных. Мне кажется, единственная задача этих авторов максимально написать огромные патч-ноты. Просто чтобы игрок такой читал и такой, вау, нифига себе. Так, я, ну давайте вот тут что-нибудь посмотрим. Изготовлено отображение количества CCU в грузовом отделе 890 Jump. Так что теперь оно не должно фиксироваться на 32 единицах. Представьте, вы задонатили там 500 баксов в игру. Ну даже не 500 пускай, 50 баксов в игру, чтобы получить ранний доступ. Вот это Старсизм, всё. И думайте, тогда я почитаю патч-ноты, что там сделали разработчики классного. Вот обновление и игровой процесс. Вот что-то серьёзное, судя по всему, мы вот читаем. Радар, сканирование и пеллинг версии 0. То есть это ещё нужно ещё над этим долго работать. Переработка систем радара, сканирования и пеллинга. То есть, обратите внимание, они просто берут вот этот заголовок и повторяют его ниже. Просто такие типа, вы не поняли, сейчас мы переставим слова и напишем то же самое. Радар используется для пассивного обнаружения и слежения за контактами, отображая их положение относительно игрока. Это, если что, сейчас произошло просто расшифровка того, что, блядь, такой радар. Они просто, это так тупо. Они просто рассказали, что такое радар. Сейчас дальше, сканирование, так, что ждёт, используется для получения точных данных об объекте. Угу, серьёзно. Эта переработка также включает добавление элементов интерфейса для инфракрасных сигнатур от объектов, излучающих тепло, электромагнитных сигнатур от объектов, генерирующих и передвигающих электричество. Это же охуенно. Вы можете более объёмно и более непонятно просто объяснить, что, я не знаю, типа, всё теперь сканируется этим сканером их, вернее, будет сканироваться, пока нихуя не работает, естественно. Окей, давайте что-нибудь ещё. Управление энергосистемами, это уже версия 2. То есть, видите, тут версия 0, тут только здесь, а тут уже они долго над этим работали. «Перебалансировка существующей энергосистемы и интеракции в неё интеграции накопителей». «Игроки будут иметь возможность управлять зарядами дополнительной энергией, передавая критические решения в отношении порядка распределения энергии, при засутке атакующей и достигающей отступательной тактики». Блядь! У меня такой... Я знаю, кого они берут к себе на работу. Неудавшихся юристов. Причём, скорее всего, из каких-то стран СНГ, потому что у нас очень любят вот таким вот непонятным бюрократическим языком всякое писать. И они такие «Вы теперь будете писать про компьютерную игру?» Они такие «Класс, да, мы хорошо умеем писать тексты, постараемся попонятнее». «Не-не-не-не-не-не-не-не-не!» «Вы не поняли!» «Должно быть вообще нихуя непонятно!» С нововведения в области накопителей произошли серьёзные изменения в отношении полётов кораблей, в управлении двигателями, в поведении щитов и уроне, в дефис по боезапасе вооружения. Эта полная переработка судов позволила приблизить их к изначально заданным ролям в игровой вселенной, что также повлияло на оснащение множества кораблей». Изменение баланса, пацаны. То есть, там, допустим, в World of Warcraft пишут, там, Хилл Монаха от той-то обилки увеличен на 5%, да, типа, типа такого. Я просто, чтобы вы себе представляли, как обычно это выглядит. Разработчики Star Citizen что делают? Я вам клянусь, я первый раз это читаю, я не то, что готовился как-то. Основная задача повысить значимость треугольника управлением энергией. Это также касается ребаланса щитов, следуя которому у мелких кораблей ускоряется восстановление и появляется возможность пробивать щиты более крупных кораблей вместо мгновенной регенерации. Результат. Значит, это цель. Результат. Они прям расписывают такие. Изменения щитов не столь широки в этом обновлении. То есть, они такие, бля, мы сейчас изменим щиты, но потом, потом еще дописывают. Но не очень сильно. В то же время разработчики устранили пару задержек, независимых от игроков. Это изменение альфа игры, которую делают 10 лет. Дополнительные комментарии разработчиков. То есть, они такие, так, стоп. У нас тут пока что только 30 страниц патчнотов, в которых мы описываем, что щиты теперь работают так же, как и работали. Нет, это только про баланс оружия. Это дополнительные комментарии разработчиков в разделе про баланс кораблей, в разделе про баланс оружия. Вообще, кстати, Близзам бы стоило поучиться. Нет, серьезно. Я бы, я бы почитал такую хуйню от Близзов. И потом весь этот раздел кончается, и у нас начинается настройка двигателей кораблей и энерготреугольник. Охуенно. Также тут отдельно есть патчноты для их трекера прогресса. Трекер прогресса, это сейчас будет на ваших экранах, типа такая штука, где они пишут, насколько что готово, насколько что отодвигается, и вот это вот все. Как вам такое... Искусственный интеллект тележки. Чего, блядь? Тут еще как-то... Искусственный интеллект тележки. Приблизительное время завершения. Август. Первый проход по возможности использования ботами, тележек, каталог и прочих подвижных объектов. Система будет учитывать траекторию и баланс между скоростью и внешними взаимодействиями, необходимыми для ее соблюдения. Не, ну звучит пиздато. То есть ты такой, типа, вау, тележка, она там будет там... Камушек какой-нибудь под колесико закатился, она будет это учитывать. Там вверх-вниз она катится, она будет это учитывать. Но ведь вы поняли... А это не будет... Этого не произойдет. Этого не произойдет. Надо вспомнить в августе, знаете, почитать, они добавили искусственный интеллект тележки или нет. В трекер прогресса возвращены. Блядь, то есть они оттуда еще что-то убирают, а потом такие... Ну или что-то заканчивают, я не знаю. Физически достоверные квантовые перемещения. Может просто... Слушайте, давайте, типа, пусть будут такие искры лететь, возьмем из каких-нибудь готовых стоков модельку искр, и когда корабль квантово перемещается, просто искры пусть хуярят. Ну это же просто фантастика, мы уже игру делаем больше 10 лет, так что это же не очень важно, да? Ну как у нас там будут анимации квантовых перемещений? Нет! Блядь! Вернуть в трекер прогресса физически достоверные квантовые перемещения, иначе без этого наша игра будет говном. Кто вообще на эту хуйню ведется, господи? Это еще не все. Это... Вот это вот патч-ноты, да? Вот это вот все было как бы одна-одного патча. Но они думают, вы на этом они остановились, и может быть начали писать патч-ноты для следующего патча. Нихуя подобного. Ведь у нас есть разбор полетов патча 3.14, то есть они пишут текст о том, как у них получилось сделать патч 3.14 альфа-версии игры, которую делают уже 10 лет. Тут вот для каждого раздела патча, да, есть что хорошо, что плохо в будущем. Корабельные аспекты. Под заголовок менеджер энергоресурсов. Режим оператора ракет. Блядь, я... У меня такое... Комментарии к тому, какой получился патч подраздел корабли, подраздел оружия, подраздел режим оператора ракет. Что пошло хорошо? Фундаментальный сдвиг в подходе к управлению ракетами пошел игре на пользу. Конечно! Конечно пошел игре на пользу. Хорошо, что вы об этом написали. Продолжается работа над механикой взлома. Команда подготавливает дополнительные вариации панели, в которые будет вставляться чип. Может выпустим игру? Не-не-не-не-не, погоди, у нас вот там взлом, да? Вот взлом, когда персонаж взламывает... У нас игра про космические корабли, но персонаж у нас иногда взламывает что-то при помощи чипа. И у нас там что, блядь, только две панели, что ли? А новые можно нарисовать? Нужна новая анимация? Охуенно! Ты рисуешь 10 новых панелей, ты делаешь новую анимацию. Ебашем, пацаны, плюс два года к разработке. Я нашел дорожную карту обновления вот этого вот прогресс-трекера, который мы только что посмотрели. Они... Ну тут, тут хотя бы не так много. У них есть специальная команда, которая работает над дизайном этого прогресс-трекера. Сука. Меня знаете, что больше всего в этой истории удивляет, скажем так? Это то, что нету огромного количества людей, которые уходят из команды Star Citizen и рассказывают о том, как там все плохо. Ну, то есть, по идее, казалось бы, если все происходит так, как мы думаем, а признаков этому просто огромное количество, это выглядит как невероятная супер-всемирная афера, где с игроков собирают бабки и на что-то их тратят, но тогда, по идее, оттуда должны были уходить какие-то разработчики, которые... Ну, они же не сидят и не пилят действительно на полном серьезе новые модельки для шкафчиков, которые нужно будет взламывать при помощи пчипа. Вернее, это же не новые модельки, а новые анимации для новых моделей шкафчиков. Это же нельзя с серьезным лицом сидеть делать, правильно? То есть, ты, по идее, должен такой... Извините, ребята, я поищу где-нибудь работу в другом месте. А потом журналисту ты должен рассказать о том, как у вас там было все фигово и как тебя заставляли делать новые анимации для новых моделей шкафчиков вместо того, чтобы, я не знаю, заняться там какие-нибудь багами, еще чем-то. Тут довольно много всего тоже про баги написано. И это странно, потому что это, с другой стороны, обозначает, что, ну, там, наверное, не все так плохо. Но если вы вдруг не знаете, то сейчас они работают над двумя играми параллельно. То есть, одна это вот Сквадрон 42, которая, как бы, там будет сингловая, потрясающая, очень интересная. И вот это их New MMORPG, Gen The Universe, вот. На самом деле, если вглядываться в то, насколько это плохо сделано, при том, что у них там есть отдельная команда дизайнеров, которая делает интерфейс для багов каких-то, или багфиксов, я не очень понимаю, да? Вот, вы тоже это держите в голове. У них там отдельная команда этим занимается, и отдельные какие-то художники работают, и отдельные дизайнеры, и две команды, и расписано еще, отдельно друг от друга. Извините, что я постоянно так... И теперь, просто, посмотрите, это главная вот страница их главной игры, которую они делали изначально 10 лет. И посмотрите на этот пиздец. Это чё? Это чё? У вас, у вас команда отдельная сидит и делает картинки и интерфейс для багфиксов. У вас есть отдельная команда, отдельный ротмэп на сайте по разработке подсайта ротмэпа для вашего проекта. И вот эта, вот эта картинка, это пиздец. Я, кстати, хотел еще вам почитать отзывы, тут люди в контактике общаются. Напишу небольшое мнение о патче и форуме геймплея. Это уже не о том патче, который мы читали, а о следующем, видимо. Закупился майнерскими штуками на 220к, не знаю, о чём речь, но, видимо, какая-то их местная валюта. Прилетел, начал майнить, начал лагать сервак. Это хуже, 30к, сервак делает отклик раз в 5 минут. То есть сервак делает отклик раз в 5 минут? Он лагает на сту... Вы представьте себе это? Ровно одно действие, потом опять зависает намертво, причем не крашится, и если ты выйдешь, то всё потеряешь. В итоге после 30 минут ожидание пришлось выйти. При клейме корабля потерял всё. Попытка номер 2, закупился опять на 30к, погрузил, прилетел, начал майнить, так много квадан, нашёл камень, тэрэрэ. Выхожу из корабля, подбираю, оборачиваюсь, а мой корабль унесло ветром. Корабль стоял на ровной поверхности, на ножках, всё как положено с включённым двигателем. Его просто начало уносить ветром. Бля, слушайте. Просто представьте себе, это жалко, это видео. Я бежал за ним километра 2. Если вы хотите играть в Star Citizen, что вас ждёт? В итоге его унесло на 4,5 километра, а у меня начало заканчиваться время выживания из-за мороза. Пришлось ливнуть. Как вы уже поняли, опять потерял всё. Помайнил на минус 450к. Наигрался, увидимся в следующем патче. Этот чувак, вот этот вот Виталий, вызывает у меня чувство уважения. То есть с ним случилась вот эта вот вся хуйня. Сервак, который лагает и раз в 5 минут что-то срабатывает. И он такой, я ещё вернусь. Мы ещё посмотрим, кто кого разработчики Star Citizen. Мой корабль унесло ветром. Да и хуй бы там. Жду следующего патча. Николай пишет. Как обычно, режим ждуна включен. Или включён, как правильно. У многих. ЛД знает, что пока не выйдет Сквадрон 42, существенных изменений не будет. Блядь, слушайте. Я, честно говоря, думал, что, ну, уже все рофлят с этой херни. Со Star Citizen. Но, и я думал, что когда люди пишут, вот те, кто ждут Star Citizen, они сумасшедшие. Что это, типа, пишут про никого. Потому что никто уже не ждётся от Star Citizen или там каких-то вот это Сквадрон 42. Но зайдя сюда в группу, у одного чувака корабль ветром унесло. Он такой, ничего страшного, следующий патч. Николай говорит. Ребята, сейчас, конечно, всё очень плохо. Но когда выйдет? Он думает, что выйдет. Там же... Валь... Если интересно, вот если... Блядь, извините, извините. Меня переполняют эмоции, когда я думаю о Star Citizen. Я нашёл прошлогодний комментарий того же самого Виталия, который ждёт следующий патч. Посмотрим, что он думает. Вот тут веточка. Значит, человек говорит, что хейтеры, хейтеры, хейтят Star Citizen незаслуженно. На что им отвечают, ну по факту-то как бы так оно и есть. Проблемы в тех плане, у другой игры категорически нехватка контента. Виталий, наш с вами друг, отвечает. С таким подходом 50% игр нужно вычеркнуть из списка игр. А если проект играбелен и приносит удовольствие, а элита из-за вполне себе играбельна, несмотря на оптимизацию. Это Виталий, это тот же самый человек, который ещё вот вчерашний комментарий, он рассказывал, как у него там всё лагало, и он забил до следующего патча. То это можно назвать игрой. Но конкретно SS Star Citizen официально альфа, так как ещё идёт разработка фундаментальных технологий. Например, то, как соминается простыня. Окей, в общем, я просто хотел в это погрузиться чуть-чуть, вернее, вас чуть-чуть погрузить, я не знаю, насколько вам было интересно. Потому что, на мой взгляд, Star Citizen это очень смешно. Их патч-ноты и то, как они занимаются разработкой, то, что они делают, это просто невероятное какое-то безумие. И то, что есть ребята типа Виталия, которые такие, ну ничего страшного, это альфа, прошло 10 лет, этот патч у меня не получилось, как бы не работает. Но ничего, просто подожду следующего, в конце концов. Камон! Спасибо, что посмотрели это моё видео. Спасибо Слупу, Бихилидзоду, Джексону, огромное. Не забывайте про то, что у меня есть Телеграм, есть канал с нарезками со стримов, есть канал со стримами, есть Дискорд-канал, есть Бусти, на который вы можете подписаться. Там всякие интересные эксклюзивные контент выходят для подписчиков, вот, разного типа, так сказать. А в конце я покажу вам, смотрите, какая флешка, как она делает вот так. Оп! Оп! Классно, да? Наверное, у всех есть такие флешки, просто я раньше таких не... Всё, ладно, всё, пока. Субтитры создавал DimaTorzok